Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала Бегство из города. Я сегодня приехала на природу, на календаре начала июня. И я хочу набрать цветов клевера, если найду таволги или лобазника, чтобы прокрутить через мясорубку и засушить в зиму. Клевер очень полезен, кроме того, что в чае он так эстетично смотрится. Он после сушки остаётся такого достаточно насыщенного розового цвета. И у него остаётся приятный такой парфюмерный цветочный запах. Я потом добавляю клевер и лобазник в купаж с ферментированным иван-чаем. Клевер у нас цветёт раньше иван-чая. Поэтому вначале я как бы заготавливаю клевер, лобазник, а потом уже иван-чай. И всё это смешиваю в зиму. Вот у нас зацвёл вот такой вот клевер. Видов клевера довольно много. Я пробовала, когда у меня получалось выбраться на природу, такой цветущий красный я и собирала. Поэтому не ищите какой-то специальный вид. Какой цветёт, собирайте и, если есть желание, и сушите. Клевер – полезное лекарственное растение. У цветов тоже есть свойство. Противовоспалительное, атеросклеротическое. Он показан при головных болях. Поэтому я, в общем-то, всем рекомендую собирать цветы клевера. Ну, и с такой терапевтической целью. Вот я буду собирать вот такие вот раскрывающиеся цветы. Набрала пакет клевера. Ещё параллельно цветов шиповника. Но это, я думаю, для другого видео. И встретила вот такую очаровательную лопушастую свинушку. Пойду искать лобазник. На лугу в начале июня настоящий рай. Зацветает тимьян. Просто поля белого клевера. И, наконец-то, я нашла таволгу. Вот она. То, зачем я сюда, кроме клевера, ещё приехала. Я собираю ту, которая вот с такими вот рассечёнными листьями. Мне кажется, что это скорее шестилепестная. Традиционно вот эти вот цветки употреблялись в чай. Если не вдаваться в народную медицину. А так она и противовоспалительная, и жаропонижающая. И анальгетик, не вдаваясь в детали, собираю вот эти соцветия. Прокручиваю через мясорубку и добавляю в чай. Ради такого очень терпкого медового аромата, который они дают в чай. Перед тем, как цветы красного клевера и лобазник прокручивают в мясорубке, я их немножко подвязываю. Потому что, пока я их везла в пантиленовом пакете, они довольно сильно запотели. В лобазнике всегда много букашек. Его очень уважают букашки. Вот пока он будет подвяливаться, они как раз разбегутся. Подвяливать я буду не сильно. Только чтобы испарился конденсат и немножко подвяли лепестки. Так будет легче прокручивать через мясорубку. Вы можете не прокручивать, вы можете высушить как бы сразу цветком. И потом эти цветы добавлять в чай. Поскольку цвет они сохраняют, единственное высушенные, когда вы будете брать, они будут рассыпаться. То есть будут вот так вот разваливаться. Перед тем, как уносить клевер, вялится, я хочу взять небольшую из него жменьку и поставить квас из клевера. Воду я уже в кастрюльку набрала. Клевера я насыплю, ну вот так вот, несколько жменьек. И добавлю мёд. Ну вот здесь вот у меня где-то полтора литра воды. Ну и примерно на этот объём жидкости где-то ложку сверху мёда. Ну, для сладкоежек две ложки. Чтобы пошло квасное брожение, я добавлю немножко кваса, который у меня уже готов и стоит в холодильнике. Чтобы наверняка пошло правильное квасное брожение, я предлагаю вам сделать закваску, которая делается часов за восемь. Технологию приготовления закваски для кваса я описала в своём предыдущем ролике о приготовлении фруктового кваса. С закваской вы будете чувствовать реальный вкус кваса. Неважно, на чём он поставлен. На фруктах, на цветах, на траве, на чём угодно. Сейчас я это закрываю крышкой. И уношу в тёплое место, тёмное тёплое место, ну, не знаю, часов на восемь. Оборвала жёсткие цветоносы у подвяленной таволги. Пахнет она просто сумасшедшим, каким-то июньским лугом. Она в купаже, конечно, будет солировать. По сравнению с ней клевер как-то так, можно сказать, вообще почти не пахнет. Хотя без таволги он тоже ароматный, приятный. Сейчас прокручу их через мясорубку. Вот получились мои любимые гранулки. Светопередача здесь не очень из-за освещения. Но вот то, что более тёмное, такой серебристо-розовый, это клевер. А вот эти светлые вставочки, это лобазник. А сейчас я это всё отнесу сушиться в тёмное, сухое место.